На телеканале Юганск время новостей. Здравствуйте! В студии Дарья Лунькова и в начале коротко о главном в этом выпуске. Большие выборы позади. Стал известен новый состав городской думы. Тушили всем двором. В 16 микрорайоне горел автомобиль. Кросснации 2021. В Нефтьюганске обсудили организационные вопросы массового забега. Большие выборы позади. Напомним, с 17 по 19 сентября включительно нефтьюганцы приняли участие в формировании городской, окружной, Тюменской областной, а также Государственной думы. В течение трёх дней в Нефтьюганске работало 52 избирательных участка. Через них прошло более 42,5 тысяч горожан. По итоговым данным, активность местных избирателей составила чуть более 54%. По сравнению с аналогичными выборами 2016 года нефтьюганцы стали охотнее проявлять свою гражданскую позицию. Ведь на прошлых выборах приняли участие около 40% местных избирателей, то есть почти на 15% меньше, чем в эти выборы. В 2021-м самая высокая явка пришлась на последний день голосования – в воскресенье. Люди привыкли, что воскресенье – это единый день голосования, и по привычке пришли именно в этот день. Югра – единственный регион, где выборы в Госдуму были совмещены одновременно с двумя региональными компаниями – в окружной и областной парламенты. Сюда же вошли и выборы в городскую думу. Всего на руки каждому нефтьюганскому избирателю выдали по семь бюллетеней. Процедуру голосования, я считаю, со стороны организаторов выборов мы подготовили всё очень хорошо. Я не видела ни одного недовольного избирателя. Сейчас сама объехала несколько избирательных участков. Всё проходит в стандартном режиме. Чтобы максимально снизить риски заражения COVID-19, на избирательные участки пускали только после обработки рук антисептика. Одноразовые маски и перчатки также являлись своеобразным пропуском к процедуре голосования. Всё это, в том числе и индивидуальные ручки, на избирательных участках выдавались бесплатно. В Нефтьюганске контролировали избирательный процесс 128 общественных наблюдателей. Помимо этого, все действия на выборах фиксировались многочисленными видеокамерами. На каждом участке присутствовали и полицейские. Охрана велась круглосуточно. Беспрерывный онлайн-контроль за легитимностью голосования осуществлял и региональный центр общественного наблюдения за выборами. Это фактически трансляция с каждого избирательного участка. Большая вот эта панель, она служит больше всего для того, чтобы просмотреть ту нештатную ситуацию, которая может случиться на том или ином избирательном участке. Причем данную информацию мы получим от наблюдателя непосредственно с места того избирательного участка, где что-то происходит. Новый состав Нефтьюганской городской думы уже известен. Результаты выборов муниципального уровня вы видите сейчас на экране. Депутаты городской думы седьмого созыва будут выполнять наказы избирателей в течение следующих пяти лет. Дарья Лунькова, Денис Ефремов, Евгений Трефилов. Телерадиокомпания «Юганск». Вчера вечером в 16-м микрорайоне около седьмого дома горел автомобиль. Вызов на пункт пожарной охраны поступил в 21.01. Через 8 минут огонь был полностью ликвидирован. Со слов очевидцев, до приезда спасателей справиться с огнем старались местные жители. В ход шли автомобильные огнетушители. Через 4 минуты прибыло отделение 54-й пожарной части. Потушить пламя удалось одним пожарным стволом через 3,5 минуты. Погибших и пострадавших нет. Белая Toyota Hilux является служебным транспортом. В момент возгорания водителя рядом не было. Причиной послужило короткое замыкание в районе аккумулятора. Пламя нанесло ущерб лакокрасочному покрытию, навесному оборудованию и моторному отсеку. Участвовать могут не только профессионалы, но и любители. Сегодня в Нефтьюганске состоялась рабочая встреча по организационным вопросам проведения кросса нации 2021, который состоится 25 сентября на территории лыжной базы. Рабочее совещание по подготовке места проведения массового забега состоялось на территории лыжной базы. В организационном собрании участвовали три городских спортивных учреждения. Обсудили подготовку трассы для массового забега, охрану труда, а также расположение болельщиков. Вот это надо будет убрать отсюда. Ну, конечно, потому что народ же должен проходить. Ну да, вот они пришли, со входа зашли. Вот микрофон объявляется о том, что работают анимационные точки. Мы отвечаем за комфортность пребывания во время соревнований и безопасность на территории нашей лыжной базы. Объект к проведению мероприятия готов. Он ежегодный, традиционный. Мы его проводим всегда на большом уровне. Массовый забег проводится для популяризации легкой атлетики, а также привлечения граждан, любителей и профессионалов к регулярным занятиям физической культуры. Пройти регистрацию на мероприятие можно будет на месте старта. В Нефтьюганске оно состоится уже в эту субботу в 10 часов на территории лыжной базы. После чего начнутся первые забеги. Всероссийский день бега Кросснации 2021 пройдет уже в эту субботу, 25 сентября, на территории лыжной базы. Приглашаем вас принять участие и пробежать вместе с нами Кросснации. Отметим, проверить свои силы бегуны смогут на дистанциях 1,5, 2,5, 3 и 5 тысяч метров. Приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет. Также будет оборудована специальная детская зона, чтобы и родители смогли проверить свою силу духа. Забеги состоятся, несмотря на плохую погоду. Алина Ширина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Лето позади, а уже скоро наступит мороз и снег. Сейчас большинство местных жителей ощущают на себе состояние осенней хандры, когда желание заварить горячий чай и укутаться в плед сильнее, чем быть продуктивным. Как нефтьюганцы борются с этим состоянием, смотрите далее в рубрике «Юганск говорит». Наступила холодная и дождливая пора. Летняя бодрость и хорошее настроение сменились с сонливостью и упадком сил. Такое состояние в народе принято называть осенней хандрой. Сегодня нефтьюганцы поделятся своими способами борьбы с сезонной депрессией. Хандрой. Я вам скажу, 6 часов встаешь, берешь палки в руки, в аэропорт обратно, заходишь на лыжную базу и вся хандра. На работе. Постоянно на работе. Сейчас в отпуске, и тут на работе нахожусь. Кем работаете? Розовица. Остехондроз? Нет, осенняя хандра. Ой, не спрашивайте. Ну а как? Есть способ свой любимый какой-нибудь? В бане. Согреться, чтобы отойти. Потеешь, когда она же все вылазит. С собачкой гуляю. Два раза в день. Помогает? Да. А еще что? У меня вообще хандры нет. Ни осенней, ни весенней. Из-за чего хандра может происходить? Когда что-то грустное происходит или просто плохое? У меня плохого ничего не происходит. У меня ее нет. Спорт, здоровый образ жизни. Все отлично. Какой спорт? Физподдержка, просто бег. Выходим, гуляем все равно. Настроение поднимаем. Минусы то, что слякарь вот это вот. Непонятно, как одеваться. То тепло, то холодно. Мне очень нравится, что листва красивые. И не знаю. И когда солнышко, очень хорошо. Ну, хорошая погода. На даче, по крайней мере, прикольно работать. Дождь? Ну да. Надо много работать. А если людей много в сердце, никак не мерзешь и не хандришь. Какие-то дела домашние. И на рыбалку съездить надо, и, может, в лес. Лишь бы погода была, хотя бы как сегодня еще пару недель постояла бы. Все было бы хорошо. И в завершении выпуска наша традиционная рубрика «Окно в город». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 237747. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Дима Торзок